здравствуйте друзья сейчас конец ноября и сегодня я поговорю о прикопе если у вас мало саженцев я как раз делать буду прикоп для пяти саженцев своих и расскажу как правильно его организовать первое условие которое вы должны соблюдать это чтобы не было близкого залегания грунтовых вод то есть выбираем на своем участке самую высокую точку и делаем там прикоп следующее условие чтобы угол наклона саженцев соблюдался в 45 градусов если мы саженцы поставим стоя то они зимут как правило хуже я не знаю почему но под углом таким вот идеальным 45 градусов саженцы лучше зимуют говорят что нужно укладывать в южную сторону побегами я не всегда соблюдаю это правило и в одинаковых случаях зимовка получается хороший мы делаем здесь насыпь и на лопату потом уберу кладем его не вот так ставим до прикапываем а немножечко под наклоном вот так вот укладываем чтобы его вот эти вот части смотрели на юг вот под таким наклоном чтобы здесь был холм холмик под ним из земли и последующие саженцы накладываются друг на друга вот так вот далее яму копаем глубокую у меня где-то здесь 45 сантиметров глубина ну это оптимально где-то 40 45 сантиметров то есть почти что два штыка лопаты копается земля не дожидайтесь холодов копайте ее заранее чтобы земля у вас хорошо копалась потому что когда уже будет холодно это будет проблемой скопать промерзшую землю также землю для засыпания корней и стеблей саженцы нужно готовить заранее то есть пока тепло вы приехали на дачу набрали землю поставили куда-нибудь в погреб или в подвал где у вас положительной температуры держится чтобы потом по морозу у вас было чем засыпать если не получится ее сохранить значит покупаете землю в магазине любую и магазины землей уже приезжайте по морозу засыпайте саженцы корни от упаковки нужно обязательно разворачивать корни нужно отряхивать чтобы они выглядели вот так и не были подвернуты их нужно расправлять и обрезать все мертвые корешочки также на саженцы удаляем все листья если они есть вот эти срезы можно не обновлять в воде я перед тем как класть саженцев прикоп их замачивать не нужно то есть так как они есть положили сейчас я буду показывать все вот так это выглядит я их закопала пока до прививки землю нужно утрамбовать и очень основательно ее пролить водой для чего это делается для того чтобы у нас не оставалось пустот в корнях тогда не будут заводиться никакие мыши грызуны тому подобные роза хорошо перезимует повторюсь саженцы обязательно нужно проливать водой так как если мы будем засыпать сухой землей и так все это оставим то эта сухая земля высосет из наших саженцев всю влагу дальше ждем пока вся вода впитается хорошо и сверху уже до конца веток досыпаем сухую землю в результате вот что у меня получилось практически все ветки засыпаны землей саженцев прикоп лучше класть при уже пониженных температурах так как внутри под землей им там будет очень жарко обратите внимание что у меня конец прикопа вот здесь то есть здесь еще есть расстояние до крышки вот это вот расстояние как раз это воздушное пространство которое тоже необходимо оставить закапывая саженцы целиком мы предохраняем не только корни но и побеги от осушения и заморозков в качестве крышки прикопа я использую такую доску еще хорошо разрекомендовал себя метод под угом просто укрывной материал шестидесятку в два слоя делать тоже хорошо все зимует некоторые накрывают эту доску еще полиэтиленом сверху но это тоже правильно чтобы не поступала туда талая вода рекоп нужно стараться делать возле каких-нибудь заборов северной стороны чтобы не выметался снег как можно дольше сейчас я буду накрывать его крышкой до весны после того как я закрою все это крышкой крышечку немножечко прикопаю чтобы создать бугорок чтобы не поступала в прикоп талая вода весной нужно его открывать оттаивание почвы весной как только начнется оттаивание снега нужно удалить его с верхушки прикопа пусть он так постоит пару дней и прогреется на солнце а затем уже можно будет его открыть расскажу вам маленькую хитрость если у вас саженцев немного то с обоих сторон этой ямы можно поместить ячеистую сетку ее нужно вот так проложить вниз оставить кусочки с двух сторон на дно этой сетки кладем наши саженцы и потом уже закапываем землей а когда весной мы открываем крышку и вот так вот за концы нашей сеточки тянем и вытаскиваем саженцы так будет проще их достать не повредив корни и побеги вот что в результате у меня получилось я закопала края чтобы туда не поступала талая вода от снега и обязательно нужно помечать границы вашего прикопа потому что весной очень сложно будет его найти при таком способе у меня уже не один год хорошо зимуют мои саженцы весной главное не опоздать с его открытием чтобы они не проросли и и слишком рано тоже не нужно открывать потому что вы даже не сможете по промерзшей земле их оттуда извлечь в этом году я не стала делать большой прикоп в следующем осенью я вам покажу как делается прикоп для массового количества саженцев если у вас их очень много осенью может быть подойду к дорогам ну и можно по-другому